Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. На улице Врубеля и 4-м проезде уложили новое высокопрочное асфальтобетонное покрытие. Работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Дух единства, патриотизм и музыка. В регионе стартовал международный антифашистский форум «Гитары в строю». Собрали все самое необходимое – от дизельных генераторов до предметов личной гигиены. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина приняли участие в отправке гуманитарного груза в зону СВО. Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам развития общественного транспорта в Самаре и Тольятти. Вопрос организации перевозок является одним из самых чувствительных для жителей, отметил глава региона. Накопилось множество проблем, включая износ подвижного состава, инфраструктуру и нехватку кадров. Все это вызовы сегодняшнего времени, с которыми предстоит справляться. Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня на федеральном уровне по решению президента страны создают дополнительные возможности для улучшения ситуации в сфере общественных перевозок. В начале года президент страны сообщил о том, что на обновление общественного транспорта будет выделено порядка 150 миллиардов рублей. На них будет закуплено 40 тысяч единиц подвижного состава. Губернатор обратил внимание, что уже сейчас Министерство автомобильных дорог Самарской области совместно с муниципалитетами необходимо готовить соответствующую заявку. Напомним, правительство региона в последние годы концентрирует усилия на решении транспортных вопросов. В общей сложности было приобретено 340 единиц подвижного состава – автобусы, трамваи, троллейбусы и вагоны метро. Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что городские власти нацелены на решение вопросов работы общественного транспорта. Финансирование этого направления с 2021 года по настоящее время выросло более чем в три раза – с 967 миллионов до 3 миллиардов рублей. Более 1 миллиарда дополнительно выделили весной текущего года. Всего в региональной столице предусмотрено 104 маршрута, в том числе 47 автобусных, 24 трамвайных, 15 троллейбусных, 17 маршрутных такси и метрополитен. Елена Лапушкина отметила, что в этом году городская администрация переходит на новую систему субсидирования общественных перевозок – оплату транспортной работы. Такой порядок утвержден Минтрансом России. В Самаре активно идет ремонт дорог. Работы не прекращались и в майские праздники. В частности, на улице Врубеля и четвертом проезде на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ввели укладку нового высокопрочного асфальтобетонного покрытия. На улице Врубеля и четвертом проезде в минувшие праздничные выходные ввели работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новое высокопрочное покрытие уже появилось на проезжей части по улице Врубеля, на участке от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса. Площадь работ составила порядка 1600 квадратных метров. На четвертом проезде, где ремонт ведется от проспекта Карла Маркса до улицы Гаражной, осталось уложить верхний слой на площади 60 квадратных метров. А более 2700 квадратных метров уже привели в нормативное состояние. Для этого использовали современную асфальтобетонную смесь, которой понадобилось около 600 тонн. Покрытие из такой смеси отличается высокой прочностью. В Самаре она используется на многих улицах с интенсивным движением. «Сотрудниками МБУ Дорожное хозяйство контролируются все процессы производства, работают непосредственно. Если мы говорим про укладку асфальтобетонных смесей, это выезжает очистку основания, розлив бетонных вяжущих, температуру смеси. Также смеси отбираются для испытания, для показания основных характеристик асфальтобетонной смеси. После уже непосредственной укладки выезжает уже дорожная лаборатория, отбираются образцы асфальтобетона, так называемые керны, после чего они испытываются в лаборатории. В случае, если асфальтобетонная смесь соответствует всем ГОСТам и национальным стандартам, такая смесь принимается». Перед укладкой дорожного полотна было выполнено фрезерование старого слоя. Заменены люки смотровых колодцев на антивандальные и антишумовые. Люки, а также решетки дождеприемников выставлены в проектную высотную отметку. Непосредственно перед устройством нового покрытия пришлось сделать небольшую паузу из-за ливня, прошедшего в городе 29 апреля. Приступая к основному виду работ, подрядчик убедился, что основание просохло. Кроме того, его очистили с помощью дорожного пылесоса и поливочно-моечной машины, а затем продули. Так как участок дороги находится рядом с трамвайной линией, подрядчик и заказчик заранее продумали меры для минимизации неудобств. Своевременно пропускали общественный транспорт и автомобили, выезжающие из дворов. Время проведения работ выбрали с учетом мнения жителей близлежащих домов. Когда есть возможность не мешать жителям ночью, чтобы не шуметь, мы производим укладку асфальтовой смеси в дневное время. Через часа три движение по новому асфальту можно уже осуществлять. Оно как раз остынет и можно ездить. Жители города рассказывают, ремонт улиц в Рубеле и четвертого проезда – это долгожданный комфорт, удобство и безопасность. Освобождение их дворов от постоянного потока машин, которые объезжали ямы и преодолевали пробки. Я здесь живу рядом и скажу, что эта проблема была такая многовековая. Дорога была разбита, делали ямычный ремонт, но сейчас, слава богу, делают хорошую дорогу. Идем и радуемся, что теперь покрытие будет хорошее. Потыкаться не будем. Ремонт автодороги на четвертом проезде планируется завершить до конца текущей рабочей недели. Гарантия на асфальтобетонное покрытие составляет пять лет. Если за это время на нем появятся дефекты гарантийного характера, подрядчик должен будет устранить их за счет собственных срез. Позже в районе перекрестка четвертого проезда и улицы Гаражной в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» приведут в порядок и трамвайные пути. Для этого используют литую асфальтобетонную смесь, соответствующую новому ГОСТу. Чтобы данные работы не повлияли на транспортную ситуацию, их будут вести в ночное время, когда трамваи не ходят. Полина Чулякова, Галина Топилина, Григорий Блешаков, Николай Епифанов. События. В Самаре продолжается работа по перекладке теплосетей и подготовке города к осенне-зимнему сезону 2024-2025. На еженедельном заседании профильного штаба, которое провел замглавы города, руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Александр Андреянов, с представителями ресурсоснабжающих компаний и подрядных организаций, обсудили текущие задачи. Подробности далее. В этом сезоне подрядчикам предстоит выполнить ремонт и модернизацию теплотрасс на 24 объектах. Охвачен и центр города, и отдаленные районы. На 19 участках уже начались подготовительные работы. Завозят материалы, устанавливают ограждения, а на ряде объектов приступили к земляным работам. На еженедельном заседании штаба по подготовке города к зиме ресурсники и их подрядчики отчитались о промежуточных результатах на текущую дату. Отметим, что работы были организованы и в минувшие праздничные дни. Подрядчик вышел, ограждение расставили, приступил к земляным работам. В центральной части города сейчас повышенное внимание. В частности, обновлением теплотрассы активно занимаются на улице Алексея Толстого в районе пересечения с Некрасовской. Рядом гостиничный комплекс. Перед подрядчиком стоит задача уложиться в сжатые сроки, чтобы не нарушать облик города в туристический сезон, надолго не осложнять дорожную ситуацию, но при этом выполнить работы на коммуникациях. В период выполнения перекладок на этом и других участках отключения горячей воды в домах самарцев не планируется. На каждой локации будут смонтированы временные трубопроводы. Временные водопроводы предусмотрены для того, чтобы обеспечить в летний период времени при выполнении работы по перекладке тепловой сети обеспечение коммунальными услугами потребителей. К 15 сентября все работы планируется завершить. На объектах, попадающих в зону учреждений образования, сроки завершения работ сокращены. Смотрите, значит, для всех понимания, где есть учебное заведение, значит, мы до 1 сентября должны отсюда уйти. Это однозначно, это подход вообще и по всему городу. Со следующей недели планируется организация выездных заседаний штабов для оперативной отработки текущих вопросов на местах. После модернизации теплосетей будет вестись восстановление благоустройства участков. Профильные службы просят горожан с пониманием относиться к работам, связанным с подготовкой к следующему отопительному сезону, и, находясь рядом с участками вскрытий, соблюдать меры безопасности. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Дух единства, патриотизм и атмосфера праздника. В Самарской области стартовал международный антифашистский форум «Гитары в строю». Программа рассчитана на пять дней. О значимости проведения форума на пресс-конференции рассказали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, организаторы и участники культурного события. Слово Ксении Бакановой. Самарская область вновь стала центром мирового антифашистского движения. На территории региона стартовал форум «Деятели культуры «Гитары в строю». О значимости проведения мероприятия на пресс-конференции рассказали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, организаторы и приглашенные артисты. В этом году принять участие в форуме приехали представители из 12 стран, в том числе Италии, Великобритании, Колумбии, Словении, Черногории, Китая и Сербии. Для гостей они приготовили не только патриотические песни, но и большую дискуссионную программу. Пройдут научная конференция и круглый стол. К нам приехали еще и ведущие политологи из разных стран, чтобы поговорить о дне сегодняшнем и вспомнить, как все вместе мы противостояли нацизму 80 лет назад и как вместе победили это зло в Европе и в мире. И, конечно же, я уверен, что будет подчеркнутый вклад каждой страны, в первую очередь ведущая роль Советской России в разгром нацизма. В этом году артисты выступят на площадках Самары и Тольятти. Порадуют и военнослужащих, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. Возможность встретиться с музыкантами также появится у жителей сел. Концерты пройдут в муниципальных районах региона – Большеглушицком, Красноярском, Волжском, Шигонском и Челновершинском. Но перед началом концерта мы хотим, чтобы Йохан, Гедрюс Горобаускас из Литвы, наш друг, политолог-историк из Черногории, Мирка Каладжерович, Олег Ясинский, выступили перед жителями этих районов, перед зрителями и высказали им свое представление о том, почему они здесь и о чем они думают, приехав сюда, и чтобы они хотели пожелать России в современных условиях, когда мы боремся против фашизма. Хедлайнерами форума станут российский исполнитель Шаман, а также музыкант из Великобритании Джимми Макрей. Я независимый музыкант и никогда не получал деньги от британского правительства, поэтому не удалось отменить мои концерты, помешать мне. Антифашистский форум «Гитары в строю» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. Он завершится галоконцертом 5 мая. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Праздник весны и труда отметили на аллее трудовой славы. В 2020 году указом президента России Самара стала носить звание города трудовой доблести за огромный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне. Цветы к стеле возложили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Подробнее в нашем сюжете. Праздник весны и труда отметили на аллее трудовой славы в Самаре. Там работали площадки, где можно было сплести маскировочные сети, изготовить окупную свечу или написать письмо солдату. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» организовало площадку для детей. До начала официальной части все площадки осмотрели губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Мы ребятам рассказываем, что есть право память, что нужно проводить, вспоминать о своих предках. Бессмертному полку помогаете? Приемлемо есть. Так что хорошо. Спасибо. Праздник. Спасибо вас тоже. Четыре года назад Самара указом президента России стала носить звание города трудовой доблести за огромный вклад жителей Самары в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленный героизм. За годы войны здесь было произведено 36 тысяч боевых самолетов, 70 тысяч минометов, миллионы подшипников, корпуса мин, детали для легендарных «Катюш». По сравнению с 40-м годом выпуск промышленной продукции в области уже в 42-м году увеличился более чем в 5 раз, а к 45-му этот показатель вырос в 11 раз. Ежедневно наши земляки, каждый на своем рабочем месте, совершали трудовой подвиг. Уверен, величие этого подвига не повергнет в веках. Мы всегда будем помнить о том, что сделано героическим поколением нашего народа для разгрома фашизма, для будущего своих потомков и мира на земле. И мы всегда будем гордиться тем, что Куйбышевская область дала стране 312 героев социалистического труда, 11 полных кавалеров Ордена Трудовой Славы. Сегодня Самара, опираясь на богатый трудовой опыт, продолжая развиваться, конечно, сохраняя уважение к человеку труда. Друзья, такие понятия, как сплоченность и единство, важны во все времена. Но сейчас, когда наша с вами страна столкнулась с серьезными вызовами, эти понятия приобретают совсем другое звучание. Мы все вместе с вами должны защищать нашу с вами жизнь, нашу культуру, наш мирный труд, нашу страну и нашу память. Участники праздника возложили цветы к стеле город трудовой доблести, которая появилась в Самаре в 21-м году и стала по-настоящему знаковым местом, олицетворяющим подвиг запасной столицы. В Самаре состоялась отправка гуманитарного груза в зону спецоперации. Военнослужащим собрали все самое необходимое, от дизельных генераторов до предметов личной гигиены. К Пасхе военным передали также освещенные куличи. Репортаж с площади подготовила наша съемочная группа. Дизельные электростанции, бензопилы, расходные материалы для электроинструментов, компасы, посуда, тепловые пушки, предметы личной гигиены, продукты и письма. В зону СВО отправляется очередной гуманитарный конвой. Так в Самаре отметили день весны и труда на площади Славы. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, члены профсоюзов, депутаты, общественники, неравнодушные жители. Сегодня я хочу отдельно поблагодарить и общественную палату Самарской области, и, конечно, областную федерацию профсоюзов, которая внесла вот в этот конвой самый заметный вклад. Все первичные организации профсоюзные, все трудовые коллективы. Именно так мы и встречаем Первомай. Показываю свое единство, свою солидарность. А то, что народ и армия едина, в этом тоже нет никаких сомнений. Профсоюзные организации всех уровней оказывают необходимую поддержку военнослужащим и членам их семей, в том числе в приобретении дополнительного оборудования и обмундирования. Для этого специальным решением отраслевых профсоюзов региона был создан фонд солидарности. Все организации присоединились к этому. И представители маленького детского сада, какие-то совершенно небольшие мелочи. Я знаю, что ветераны на свои деньги закупали конфеты для того, чтобы отправить, написать теплые слова. Это и дизель-генераторы мощные, большие, которые смогут обеспечить работу целого штаба. Мне очень приятно, что общественные организации региона, они работают на одной волне. И достаточно было одной искры для того, чтобы 1 мая, казалось бы, это день отдыха для наших профсоюзов. А в итоге все пришли, все скинулись. И сегодня уходит то, что необходимо и в ратном подвиге. И очень приятно, что уходит 15 тысяч куличей к Пасхе светлой. И поэтому, когда общественники работают в едином строю вместе с губернатором, это всегда к вопросу о том, что мы работаем эффективно. Игорь Франк – студент нефтяного факультета Самарского политеха. Учится на первом курсе, но уже активно занимается общественной работой, в том числе сбором гуманитарной помощи. Каждый, кто чем может, скажем так, по копеечке, по носочку. И вместе мы собираем достаточно большие объемы гуманитарной помощи. Отвозим в обком на Куйбышево-90, где оттуда уже переправляется нашим бойцам все самое необходимое. Планируется, что отправленный гуманитарный груз будет доставлен бойцам 3 мая. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Вся Россия следит за громким судебным процессом, который сейчас проходит в Казахстане. Бывший министр экономики республики обвиняется в истязаниях и жестоком убийстве своей супруги. На фоне судебного разбирательства в Казахстане принят закон о криминализации домашнего насилия. Тема бьюза обсуждать не любят, но эксперты призывают не молчать и не терпеть, а бороться за свое физическое и психическое благополучие. Самара не остается в стороне. В одном из центров психологической помощи прошла дискуссия с участием психологов и тех, кто ищет помощи и готов рассказать о своей проблеме. Подробности у Галины Топилиной. Если вам показалось, то вам не показалось, убеждена психолог Елена Титина, в прошлом жертва домашнего насилия. Эта история научила Елену доверять своим чувствам, хотя казалось, она умела это всегда. 12 лет назад, сойдясь с мужчиной, Елена верила в счастливый брак и семью. Все изменилось, когда девушка забеременела. Я не могла работать, я была беременна, я была очень уязвима, но, соответственно, я вынуждена была мириться с какими-то его нападками. Например, были такие фразы, что «твое предназначение – родить вот этого ребенка», преображение тебе не грозит. И чем дольше я жила в этой ситуации психологического насилия, тем мне сложнее было оттуда уйти, потому что было ощущение, что, ну, может быть, правда я виновата, может быть, я его провоцирую, может быть, я что-то делаю не так. Психологи рассказывают, история Елены – классический вариант психического домашнего насилия с применением газлайтинга. Это способ подчинить себе жертву, заставить ее усомниться в собственной адекватности. Эксперты советуют больше доверять своим чувствам. Если вам плохо, значит, так и есть. Не надо поддаваться на убеждения в обратном. С детства нас приучают, если мы говорим про чувства, там, ты придумал, тебе кажется, ты преувеличиваешь, да все нормально и так далее. И более того, у женщин, которые находятся в таких отношениях, совершенно сбитые ориентиры, что хорошо, что плохо. Когда женщина, например, ему, может быть, пытается, говорит, что мне неприятно, ты меня обижаешь, мне это там болезненно, ты накрутила, ты придумала, ты меня довела, ты меня провоцировала и так далее, и так далее, и так далее. Вот это уже и есть насилие. Эксперты выделяют четыре вида абьюза – физическое, сексуальное, психологическое, экономическое насилие. Чтобы разобраться в разных аспектах домашнего насилия и выслушать разные точки зрения, в Самаре прошла тематическая дискуссия. В ней приняли участие психологи, юристы и те, кто хотел бы задать вопросы и понять, как научиться быть чутким и добрым к ближнему. А вы что хотите сказать, что всем нужно доброту вырабатывать у себя или что? Ну, как разговаривать, если он, допустим, не может быть вообще дома? Ну, как это терапия? Я говорю о том, что вот было вопросом, что у меня было бы тирании в отношении школы. И я высказываю свое мнение, что я думаю, если бы общение доброе, просто доброе общение двух людей, диалог. У меня вопрос, а как распознать вот такого человека? Иногда складывается такое впечатление, что он такой милый, хороший, добрый. А потом после уже... Такие люди, как правило, они ужасные смиры и хорошие цели. Обьюз нельзя прикрывать религиозными и национальными обычаями. По словам имама Ильяса Ярулина, религия не проповедует жестокое отношение к близкому человеку. Однако есть нюансы. Некоторые женщины говорят, я самодостаточная, я все могу, ты никто, мы тебя не слушаем, но это неправильно. Теперь речь нельзя? Договариваться можно. Ну, и хитрый человек, скажите, присутствует, все-таки можно договориться. По словам организаторов встречи, проблема домашнего насилия была всегда. Но именно сегодня она становится наиболее острой. Терпеть нельзя, утверждают эксперты. Из абьюзивных отношений надо бежать и не стоит бояться просить помощи. Основа семейного насилия – это в большей степени психологические проблемы и жертвы, и тираны условно. Поэтому комплексный подход при решении ситуации с домашним насилием, при общении сюда и психологов, и психиатров в некоторых ситуациях, и юристов, и педагогов, тогда, когда фигурируют еще дети, безусловно, поможет решить конкретную ситуацию. По словам экспертов, сейчас жертвы насилия стали чаще обращаться за поддержкой. Именно этот ссор стоит выносить из избы. В этнопарке «Дружба народов» открыли весенний-летний сезон. Для гостей организовали мини-экскурсии в национальные подворья, ярмарку ремесленных товаров, концертную программу. На праздники побывали наши корреспонденты. Этнопарк «Дружба народов» расположен в Куйбышевском районе Самары. Он объединяет людей разных национальностей, которые проживают в регионе, представляет их культуру, традиции и обычаи. Это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий. Например, в этом фахверковом доме образца 19 века можно увидеть, как жили поволжские немцы. Этот дом отличается от всех других домов здесь представленных. Стиль этого дома называется фахверк. Иными словами, каркасно-засыпной дом. Если вы смотрели снаружи доски, да, те же самые доски внутри. Вот посмотрите, горизонтальные, вертикальные и по диагонали. Все это сбивается между собой, внешние доски и внутренние. И в пустоту, образовавшуюся между ними, засыпается все, что осталось от строителей. Проектирование и строительство парка проводилось с учетом мнения этнографов и архитекторов. Использовались традиционные материалы и технологии. При этом учитывались народные традиции и территориальные особенности возведения жилищ разных народов. Декоративное оформление, характерное для архитектуры каждого народа, было выполнено вручную народными мастерами. Многие строительные материалы были привезены с мест традиционного проживания народов. В национальных подворьях воссозданы различные хозяйственные постройки, выставлены этнографические экспонаты, предметы быта, национальные костюмы. Очень развивающе, я бы сказал так. Особенно для молодого поколения, в частности, и для старого поколения. Что-то вспомнить, что-то новое узнать. Я в некоторых домах, которые посещал, я не знал половины. То есть, интересно что-то для себя узнать. Я, на самом деле, впервые в таком месте в Самаре. Я была в Саратове, в Оренбурге, в национальной деревне, и вот в Самаре впервые в этих домиках. Но мы хотим в следующий раз без ребенка прийти, чтобы все домики посетить. Чтобы все-таки послушать, как-то культурно обогатиться, что-то новое узнать. Вот, приедем обязательно. Этнопарк «Дружба народов» – это живая площадка для сохранения и развития культурного наследия разных народов. При этом музей под открытым небом продолжает пополняться уникальными артефактами и ждет всех желающих жителей и гостей города. Узнать подробную информацию о мероприятиях можно по телефону 8-987-910-0039. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин